Позавчера поговорил с Никитой Борисовичем Джигурдой. Задал вопрос и про Михаила Олеговича Ефремова. Как Миша мне говорил, они не друзья, и в общем, знакомым были шапочно. А вот второй фрагмент, это из нашей беседы с Александром Номровинским, которая записывалась как раз в разгар процесса над Мишей Ефремовым. В конкретном переходить. Вот была ситуация с Мишей Ефремовым, в которой Джигурда прям вот был активист из активистов. А лично знакомы? Ну, мы были знакомы формально на фестивалях. Я был, кстати, свидетелем, как на кинотаре. Мы ехали с Мишкой в лифте, он в халате, в банном. Я говорю, а что ты? Да, я сейчас по хулиганю устрою. Все, мы спускаемся на лифте, Миша выходит, начинает шататься, начинает что-то там бравировать, играя пьяного. То есть, что он был трезвый? Он был трезвый. Ну, я не знаю, может, он накатил, но трезвый человек стоит в лифте, выходит из лифта, мне перед этим сказал, и начинает игру перед журналистами. Что касается главной темы, я до сих пор знаю, у меня есть доказательства. Не будем в это погружаться. Да, я их в суд представлял. Увы, Мишка гениальный артист, но не воин. Его просто как лоха обманули адвокаты не Пашаев. Пашаев, кстати, мой сейчас адвокат в определенных делах. Ну, меня же обвиняли во многих грехах, а я доказал свою невиновность, и сейчас Пашаев и еще несколько адвокатов, Сережа Воронов, Оксана Филачева, будут разбираться с этим. Это уголовного характера какие-то грехи? О чем мы говорим? Но касается и уголовного, касается смерти загадочной кумы нашей миллионерши, брата Шага Перево. Я же с самого начала заявлял о том, что это не несчастный случай, а убийство. Потом стали обвинять меня, я доказал, предоставил все доказательства. И парадоксально, что есть показания людей, которые говорят о том, что ей давали таблетки, алкоголь несовместимые и так далее. Поэтому это касается и уголовного аспекта. Я, что называется, не сдался, несмотря на угрозы. И хочу, чтобы было доказано о том, что человек не умер от алкоголизма. Вы знаете, я просто, поскольку не помню полный титул, новый я зачитаю. Просто мне, поскольку анонсировалась наша с вами беседа, мне буквально час назад позвонил известный вам человек, которого я знаю как тонкого и интеллигентного актера. Но он, ко всему прочему, помимо того, что он народный артист Чеченской республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарии, он с недавнего пор руководитель Департамента защиты прав, свобод и законных интересов творческого сообщества в Национальном комитете противодействия коррупции в Российской Федерации, Никита Борисович Жигурда. И сказал, что у него как раз есть доказательства, тоже и видео, и заключения разных экспертиз, что Михаил Олегович Ефремов не был за рулем, и что есть доказательства того, что монтаж, следы монтажа, а вот видео, про которое вы говорите, которое доказывает как бы правоту обвинения. Вы можете как-то прокомментировать? Слова господина Жигурды? Да. Нет. Слова господина Жигурды я комментировать не могу по многим причинам. Но если у этого человека есть какие-либо основания, то мне кажется, сомневаться в том, что происходит на процессе, мне кажется, что вместо того, чтобы общаться с журналистами, надо пойти в правоохранительные органы и сообщить им о своем, как он говорит, расследовании, там, я не знаю, противодействии, коррупции и так далее, и сообщить им, потому что этим занимаются правоохранительные органы разные, прокуратура, следствие и так далее. А рассказывать о том, что там есть и какой монтаж, можно домохозяйкам или еще кому-то. Если человек выявил какое-то преступление, то оно должно быть, о нем должно быть сообщено в правоохранительные органы еще раз, и не более того. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!